Всем привет! Меня зовут Нина, мне 11 лет. Я учусь в Лилл Скул. На прошлой неделе у нас была очень интересная тема Япония. И сегодня я покажу, как нарисовать очень красивое, традиционное японское украшение на день мальчиков. Карпа Каинобори. Начинаем рисовать. Каинобори это такие особенные флажки, которые подвешиваются к палочкам и указывают направление ветра. Нашего карпа я начинаю рисовать с большого овального рта, в который ему задувает ветер. Сразу рисую губы. Вот так. Теперь я рисую карпу тело. Оно длинное и вытянутое. Его немного колышет ветер. Вот такое. Сразу рисую хвостик. И отвожу линию, которая отделяет тело карпа от его головы. Теперь я нарисую ему глаза. Один большой, а второй поменьше. Вот так. Они будут смотреть в разные стороны, чтобы сделать карпу слегка безумное выражение лица. В Японии сегодня очень сильный ветер. Чтобы было смешно, сделаем ему длинный, выснувшийся язык. Вот так. Теперь рисуем плавнички. Сначала спиной. Он немножко похож на гребень у дракона. Добавлю еще вот таких точек для украшения. Плавничок на груди. И еще один маленький. Вот так. Теперь я намечу узоры на спине у нашего карпа. Нарисую чешуйки. Ромбики. И просто полосочки. Вот так. Теперь я нарисую карпу палочку, которой он будет крепиться. И ниточку. Вот так. Карандашный рисунок мы закончили. Теперь мы берем фломастеры. У японских карпов Каинобори есть своя расцветка. Черные и темно-синие тона – это цвета карпов мужчин. Теплые, оранжевые, красные и розовые тона – это цвета карпов женщин. А разноцветные, зеленые, фиолетовые – это цвета карпов детишек. Можно нарисовать целую семейку. Я начинаю с голубого. Раскрашиваю карпу голубы. Можно сделать ему совершенно любую, даже самую безумную расцветку. Когда я готовила этот урок, я задалась вопросом – а почему же именно карпы, а не кто-нибудь другой, ни львы, ни тигры, как обычно, самые храбрые существа? Оказывается, по легенде, раз в год все японские карпы устремляются вверх по течению реки. Они плывут и плывут, а вверх всегда плыть очень трудно, потому что очень сильное течение. И до самого-самого верха доплывают только самые упорные карпы. Их там ждет награда. Все эти карпы превращаются в настоящих японских драконов. Поэтому эти карпы вешаются на день мальчиков, чтобы послужить им примером. Чтобы мальчики росли такими же сильными и уверенными в себе. Мальчики росли такими. Я возьму желтый фломастер. Раскрашиваем очень аккуратно и не торопимся. Раскрашиваем очень аккуратно и не торопимся. Субтитры создавал DimaTorzok И наконец я возьму красный фломастер Он у меня будет только в одном месте Это язык нашего карпа Вот так Фломастер я откладываю И приступаю к обводке Обязательно беру обычную простую бумажку Чтобы подложить под руку И случайно не размазать что-нибудь И начинаю обводить с хвоста Вот так Теперь я сразу закрашу черным спинной плавник Вот так Вот так Вот так Вот так Поворачиваю листочек И обвожу нижнюю часть нашего карпа И узоры Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И закрашу карпу рот, чтобы он не смотерился как дырочка. И закрашу карпу рот. Вот такая смешная картинка у нас с вами получилась. Проходите по ссылке, записывайтесь, рисуйте с нами в Лилл Скул. Ждем вас!